Совершенно непредсказуемая во всех смыслах минувшая зима повергла в шок метеорологов и жителей города. Удивительно низкий температурный уровень, количество выпавших осадков и периодическая кардинальная смена цифр на градусниках заставила исследователей сделать предположения, которые в дальнейшем не оправдали ожидания. Март оказался теплым вопреки прогнозам метеорологов и даже аномально теплым, ведь его средняя температура составила минус полтора градуса. Говоря о прогнозах, на апрель доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Ауходеев, упомянул, что учитывая данные, которые были получены в марте, погода апреля также порадует горожан уровнем выше климатической нормы, который составляет плюс 4 градуса по Цельсию. Говоря о предстоящей перспективе, отметим, что апрель прогнозируется по долгосрочному прогнозу, прогнозируется аномально теплым, то есть выше климатической нормы. И это второй подряд апрель, который превзойдет наиболее вероятно норму по температуре. Напомню, что норма температуры апреля это плюс 4 градуса. Говоря о ближайшей декаде, отметим, что ближайшие декады также прогнозируются с аномальным теплом, примерно на 3 градуса выше климатической нормы. Норма для этого периода составляет около плюс 2 градусов. Таким образом, мы ожидаем ближайшую декаду с температурой плюс 5 градусов. Кроме того, эксперт поделился информацией о предположительной погоде на весь вегетационный период, включая лето. По данным синоптиков, он будет держаться в пределах климатической нормы. Однако июля этой информации не касается. Этот месяц порадует жителей республики положительной аномалией, а значит станет пятым подряд июлем превосходящим по температуре климатическую норму. Забегая немного дальше, отметим, что также существует вероятностный прогноз и на весь вегетационный период, включая летние месяцы. И весь вегетационный период прогнозируется у нас в пределах климатической нормы, за исключением июля. Июль прогнозируется с положительной температурной аномалией. И это может стать пятым подряд июлем теплым, превосходящим климатическую норму по температуре. Упоминая осадки, Тимур Ауходеев обрадовал граждан. Ближайший к нам месяц апрель будет характеризоваться количеством осадков близким к норме 38 мм. Он отметил, что любая положительная динамика в температурных колебаниях, а именно такими выше климатической нормы ожидаются май и июнь, сопровождается засушливостью или же недобором осадков. Говоря про осадки как минимум ближайшего месяца, отметим, что апрель прогнозируется близким к норме по осадкам. Осадки апреля это около 38 мм норма. Говоря о дальнейших месяцах, отметим, что, как правило, положительная температурная аномалия в летние месяцы, она сопровождается недобором осадков, то есть засушливостью. И таким благоприятным, наверное, фактором является то, что июнь и май прогнозируются близкими к климатической норме. А напомню, что по исследованиям, лимитирующим в урожайности фактором является тепло- и влагообеспеченность. Именно мая и июня именно тогда закладывается потенциал для будущего урожая. Несмотря на то, что погода последних дней удивляет жителей Республики Татарстан своей неоднозначностью, ее характер проявляется как в летнем, так и в зимнем виде. Важно заметить, что подобные перепады спровоцировали увеличение высоты снежного покрова. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, следующая неделя положит начало ускоренному таянию снега. Уже к первой декаде апреля от него не останется и следа. Действительно, у нас погода последних дней действительно проявляет себя очень капризно, показывает нам как зимний характер погоды, так и летний. В то же время отметим, что осадки последних дней сыграли не только на повышение высоты снежного покрова. Но также осадки в виде дождя за один день уменьшили высоту снежного покрова на 10 сантиметров. Отметим, что в настоящее время высота снежного покрова на метеоплощадках составляет около 35 сантиметров, что совпадает с климатической нормой. И напомню, что ближайшая декада прогнозируется аномально теплой, что спровоцирует быстрое таяние. Таким образом, у нас сход снежного покрова прогнозируется в сроки близкие к норме, а это первая декада апреля. Многие казанцы уже не верили в то, что зима сможет быстро сдать свои позиции и освободить их от холодного времени года. Однако приближение лета и прогрессирующая весна дали о себе знать. И вот уже совсем скоро снежная красавица уступит дорогу теплу, солнцу и зеленеющей траве. Субтитры создавал DimaTorzok